всем привет и слава украине передача новости кавказа продолжает свою работу с вами я гела васадзе и сегодня у нас на связи с взглядом из еревана хорошо знакомы вам журналист политическим аналитик аршалуизм гензасиан здравствуйте аршалуизм очень рад вас видеть добрый день ситуация следующая конечно же очень много новостей как бы одна новость перекрывает другую новости тем не менее мы начнем с нашего региона с наших региональных новостей очень активизировалась у нас дипломатия и я не знаю у меня раньше и свои свои соображения по этому поводу но хотелось бы услышать от тебя визит армена григоряна в вашингтон и встреча там с помощником армена григоряна для тех кто не в курсе хотя я думаю все в курсе у нас совбеза армении с помощником президента азербайджана хигметом гаджиеву и причем при посредстве джейка салливана это помощник президента сша по национальной безопасности визит премьер-министра армении в париж и разговор телефонных президента франции президента в азербайджана и визит министра обороны армении тоже в париж во францию ну что сказать такая дипломатическая активность значит ли это что что-то готовится и чтобы готовиться достаточно приятное скажем так но при я позитив приятное неправильно позитивно не должны просто вспомнить с чего началась эта дипломатическая активность это после последней эскалации на армия на азербайджанской границе и я если прямо прямо сказать после нападения азербайджана на суверенную территорию армении и после того как в общем обе стороны в результате этого этой агрессии понесли там достаточно большие потери в живой силе в первую очередь это совокупно а если я не ошибаюсь это 300 человек погибло с обеих сторон с азербайджанской стороны где-то там 200 тысяч извиняюсь 202 человека погибли погибли пропали без вести еще пять гражданских с азербайджанской стороны порядка 80 человек исходя из официальных данных я не знаю каковыми являются неофициально то есть после этого конечно же многие поняли наверное международные игроки тоже что ситуация достаточно серьезная в регионе и в любой момент может все скатиться так скажем впасть войны и военные действия могут вот по серьезному возобновиться и где и как это будет останавливаться непонятно поэтому сейчас как со стороны армии никакими международных игроков предпринимаются активные меры о купировании ситуации в первую очередь для того чтобы была какая-то стабилизация обстановки а потом начались какие-то переговоры по по тому чтобы сдвинуть с места вот процесс урегулирования конфликта который касается нагорного карабаха армия азербайджанских отношений и тогда то есть мы сейчас фактически наблюдаем дипломатические меры методы для того чтобы во первых сдерживать ситуацию не дать расползание так скажем в сторону войны к войне и второе предпринимать после этого попытки по тому чтобы процесс урегулирования пошел дальше вот такой вопрос вы сказали с момента с момента значит вот этого этой эскалации боевых действий и так далее которые действительно были чудовищными в нашем масштабе чудовищными конечно же потому что если мы возьмем даже тот же масштаб украины то это к сожалению там обыденность ежедневно да 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 совершенно время что вы конечно же и но я бы все-таки начал наверное точку отсчета может быть не с этого а я бы начал без точку отсчета с харьковской операции в украине это где россия проявила свою слабость и таким образом нет почему я начинаю с этого я скажу нет ли не видно ли вот такое такого желания у запада коллективного запада но в основном сша выбить россию из с южного кавказа фактически заменив и перехватив переговорный формат формат сотрудничества ведь за последнее время нью-йорк встреча значит министром национальных дел армении и азербайджана в нью-йорке где блинкин был но блинкин их оставил и вот сейчас вот целый ряд встреч то есть не более ли это глобальный процесс скажем так не сужаем ли мы его до рамок какой-то стабилизации вот тактическая которая конечно необходимо но как но явно недостаточно скажем так но я бы вообще тоже пошел скажем назад еще более и начал бы нашу точку точку отсчета так скажем нашего анализа нашей дискуссии с того что до харьковской операции была еще и встреча в брюссель из 1 августа между президентами между лидерами армии и азербайджана при последствии председателя европейского совета для президента европейского совета шарль мишель то есть тогда стороны я хочу подчеркнуть напомнить что тогда стороны заявили о том что достигли какого-то прогресса переговоров то есть если есть прогресс если есть продвижение переговоров и вдруг такое то есть такое случается в регионе конечно истоки и основные причины всего того что происходит сейчас в регионе нужно искать не в самом регионе а где-то там как и сказали в харькове потому что россия которая так скажем являлась основным основной эксклюзивным модератором или или основным так скажем миротворцем и крестным отцом сложившегося статуса кво который сложился именно после 9 ноября 2020 года после окончания второй карабахской войны нет я имею ввиду из статус изменился и россия можно сказать начало единолично доминировать в этом плане к там какая-то часть принадлежала всего этого и турции но в целом россия единолично доминировала в этом в этом части в этой части мира поэтому то есть и сейчас после харьковской операции после неудач россии на территории украины во время вот это в украинской войне это это все привело в регион в действие то есть азербайджан которого сдерживала фактически россия понял и с их точки зрения с точки зрения азербайджана сам бог велел ситуация такая что так скажем странно было бы чтобы не не возможно воспользоваться этой ситуацией то есть с их точки зрения опять-таки достаточно рациональный момент для них чтобы принуждать армению делать какие-то вещи которые азербайджан хочет в виде фиксации своей победы на карабахском фронте это то чтобы армении подписать армии долгую на услуги азербайджана это окончательное так скажем закрытие карабахской странице или карабахского вопроса это пол и получение так называемого как они это так называемого как они это понимают коридора нахчеван и это вопрос для лимитации демаркации которые во время которых азербайджан может принимать определенный вопрос что в армении это все приняло армения на это не соглашается по понятным причинам и у азербайджана есть сейчас с точки зрения баку эффективный механизм и удобный момент для того чтобы использовать метод силового шантажа ведь этот метод работал до сих пор и баку будет использовать метод метод силового шантажа пока не наткнется достаточно достаточно сильное и ожесточенное сопротивление с армянской стороны запад как сказали там я не знаю европа и так далее конечно же они будут пытаться ослабить позиции россии нашем регионе для этого будут использовать все существующие возможности поэтому запад сейчас продвигает свою так скажем из эксклюзивную роль переговор на процессе и свои предложения в этом переговорном процессе который фактически склоняется к тому и мы можем делать это вывод исходя из заявлений различных исходя из инсайдов которые мы имеем все склоняется к тому что вот карабахский карабахскую проблему нужно решить раз и навсегда а вопрос армян азербайджанских взаимоотношений будет урегулирован и так скажем нарушение территориальной целостности армении это неприемлемо и так далее и тому подобное то есть в данном случае запад предлагает этот вариант и этот вариант если вот контекст перевернуть посмотреть этот вариант представляет собой так скажем разрешение всех спорных моментов между армии и азербайджаном побочным эффектом или прям прямым эффектом чего является вывод российских войск из карабах то есть это ослабление позиции россии в итоге на южном кавказе россия же предлагает другое россия предлагает следующее оставить пропуск статуса нагорного карабаха или отложить его на долгий ящик решить все существующие другие проблемы проблемы и это к этому вопросу возвращаться потом и конечно же здесь тоже есть не только так скажем то что россия думает и очень сильно так сказать заботиться о судьбе армян нагорного карабаха может быть это и есть с другой стороны есть более более так скажем интересный для россии момент это собственные интересы для того чтобы остаться в этом регионе иметь тут военное присутствие и это тоже рационально с российской точки зрения в этом плане российское предложение достаточно близко к армянской позиции чтобы вот проблема карабаха не было разрешено проблема карабаха то есть статус карабаха был отложен чтобы к этому вопросу вернулись потом но здесь есть другой момент россия так скажем не выступает какие-то категорически против требований азербайджана по предоставлению коридора или по открытию коридор россия конечно заявляет что все это должно быть в рамках суверенитета армении но прежде всего россияن я думаю здесь интересует то что она будет контролировать этот коридор или эти дороги будут открыты то продажи всевород на были контролировать этой дороге эти дороги пути сообщения моторской части азербайджана не будут дороге будет коридор россии будет контролировать el corpo То есть Россия здесь выступает именно за свою роль гаранта безопасности данных коммуникаций. И это тоже рационально с точки зрения России, потому что в итоге Россия будет контролировать две основные коммуникации. Первая – это Армения, коммуникация Армении с Карабахом через Лачинский коридор. И вторая – основная коммуникация Азербайджана с Нахачеванем через армянский Сюмик. То есть две коридоры, один контроль над этими коридорами и две возможности, так скажем, для расширения и сохранения своего влияния в этом регионе. Знаете, по поводу коридоров я скажу так. Самую гениальную фразу сказал Копчак в разговоре. Когда мы начали говорить о транспортных коммуникациях, о коридоре и так далее, он сказал, «Да ладно, Георгий, ты же понимаешь, что как только Армения и Азербайджан договорятся обо всем, остальном договорятся о мире, вопрос от коридора и транспортной коммуникации решается в течение 15 минут. Ну хорошо, 20. То есть построить дорогу и пустить по этой дороге, ну да, понятно, что построить дорогу, там нужно время, но решение об этом решается очень быстро, важно не столько вот этот локальный вопрос, важен вопрос общего разрешения. И у меня такое чувство складывается, что Запад, США в данном случае, до этого была ЕС, они идут по очень простому сценарию. Они говорят, ребята, заключаем сейчас мирный договор, простой универсальный мирный договор, который исключает войну, даем гарантии безопасности Армении, гарантии безопасности они дать могут, уводим Россию, выводим Россию из этого округа и потом вы уже договариваетесь между собой по всем спорным вопросам. Как мне кажется, это их логика и в этой логике опять-таки сказать, что их интересует судьба Армении, Азербайджана, Карабахских Армян, еще кого-то, их интересует другое. Их интересует, чтобы России здесь не было и чтобы здесь было спокойно. Остальное все решайте, ребята, между собой. Если хотите, мы поможем. Я так воспринимаю позицию Запада из того, что я читал, слышал в их заявлениях и так далее и тому подобное. Стрелять не должны. Не должно быть дестабилизации. А остальное все решаемо, но вы, главный вопрос, решите между собой, что вы не будете с друг другом больше воевать. А остальное решайте, как пройдут коммуникации, зачем пройдут коммуникации. Будет армянский перекресток, не будет армянский перекресток. На самом деле, мне повезло в том плане, что я нашел Рауфа Гамильзаева, который без политики анализирует чисто потоки. Вот в целом, открытие Армении, в целом, оно дает действительно какой-то большой плюс региону. Открытие одной дороги, ну, экономически, сказать, что России выгодно, это экономически. Ребята, у России совсем другие проблемы сейчас. Даже если мы говорим контролировать и возить, что возить, что контролировать. Мы к этому вопросу, к проблемам России, мы сейчас перейдем. Вот, но при этом есть еще один, мы сейчас так, я сейчас так говорю. Нет, пока нет, я сейчас так говорю. Не получается ли, что мы про шкуру, я про шкуру неубитого медведя говорю? Насколько влияние России уже настолько ослабло, что можно попытаться сделать то, что предлагает, в общем-то, США? По-моему, предлагает. По-моему, откровенно предлагает. Я не знаю, честно говоря, мне сложно судить и сложно, так скажем, взвесить сейчас влияние России, но оно действительно ослабло. В противном случае, таких боестолкновений, такого масштаба просто невозможно было бы представить. И азербайджанский президент, который говорит всякий раз, когда посещает те регионы, которые перешли под контроль азербайджанских ФС, говорит о том, что вот звонки не помогут больше, то есть не надейтесь, обращаясь к армии, не надейтесь, что кто-то позвонит мне, я остановлюсь. Ну, понятно, в какую сторону он делает свой кивок, так скажем. То есть в этом плане, конечно же, влияние России ослабло, но насколько, чтобы сейчас попытаться, так скажем, переиграть все таким образом, чтобы Россия никак не противодействовала этому, я сильно сомневаюсь, что это получится. Потому что если у России есть нет в итоге, если у России нет, так скажем, силенок, не хватает силенок для того, чтобы сдерживать ситуацию, для того, чтобы держать ситуацию под контролем, но у России хватит сил в случае, если она поймет, что ее жизненные интересы в этом регионе, жизненные интересы в этом регионе будут методично обраны, ее будут методично выводить из этого региона, она может делать так, чтобы здесь, в этом регионе, ну, как скажем, то есть достаточно сильно пожалели или несколько раз подумали, прежде чем это делать. То есть... Механизмы... Ну, слушайте, у России здесь фактически получается в нашем регионе в трех точках военные базы есть. Это в Армении, это в Нагорном Карабахе, который Азербайджан считает своим, и это в Абхазии и Южной Осетии. В четырех? То есть, получается, в четырех точках есть, да, военные базы. У России есть агенты влияния в этом регионе, этого не может быть, чтобы не было. У России есть пророссийские настроенные политические силы, я не знаю, общественные деятели и так далее и тому подобное, они могут поднять определенную волну внутри странных. У России есть финансовые механизмы давления на эти страны, на эти государства. У России есть торгово-экономические возможности для того, чтобы надавить на эти страны и так далее и тому подобное. То есть механизмов очень много. Конечно, это будет действовать и в ущерб себе России, но она-то с учетом ее ресурсов и так далее может пережить все это. А наши страны, с учетом скудности своих ресурсов, собственных ресурсов, скудности своих возможностей и так далее, пострадают больше от этого. Кто что потеряет, я не знаю. Это процесс, который нельзя предсказывать и дай бог, чтобы к этому вообще не шло ничего. Но если такое, то есть откроют ящик Пандоры, как открыли ящик Пандоры в Украине, то предсказывать, что будет, как будет, это, так скажем, такие эксперименты я нашим странам, честно говоря, не желаю. Нет, ну тогда получается опять замкнутый круг какой-то. Тогда получается, что ничего не получается. А как, ну если таких экспериментов не будет, тогда что же будет? К сожалению, у меня простых ответов нет. Если было все так легко, это все решилось давно. Если было все так легко все это делать, наверное, за несколько встреч на Западе, на Западе, Вашингтоне, не знаю, в Брюсселе, все это бы порешили. Нет, здесь есть две центры силы, это Запад и Москва, которые работают в этом направлении, в нашем регионе. И их кооперация может дать определенные результаты, а их столкновение может просто привести, ну в нашем регионе я имею в виду, привести к катастрофическим результатам, которые мы наблюдаем сейчас на территории Украины. Поэтому нужна здесь тонкая дипломатия, умелая тонкая дипломатия. Здесь нужна реальная, искренняя, честная, так скажем, рвение к миру поствоенному, что с армянской стороны в принципе мы наблюдаем, потому что вот в принципе Ереван не заинтересован дестабилизацией, потому что для этого ресурсов пока нет. А с азербайджанской стороны пока не наблюдаем, потому что у Азербайджана есть другие цели. У Азербайджана не нужен мир, Азербайджан нужен Карабах и капитализация своей победы. Победа нужна в войне, потому что война-то продолжается. Война, она не заканчивалась, война продолжается. Это все военное... Ну, с точки зрения Азербайджана, война, так скажем, война выиграна. А сейчас, с точки зрения Азербайджана, сейчас нужно как бы все это расписать на бумаге. Ашелус, не бывает точек зрения, когда война выигрывается, когда заключается или капитуляция, или мирный договор. Других вариантов нет. Это будет так же в Азербайджане. В 90-х годах была военная кампания, в 16-м году, ну и так далее. То есть военные, это все военные кампании. Тоже, ровно так же, как и Грузия, и Россия даже находятся сейчас в состоянии войны. У нас действует режим перемирия, то есть это режим перемирия, это по сути режим прекращения огня. Несмотря на то, что там и рейсы летали у нас, и торговля, и все, но это режим прекращения огня. И это нужно хорошо понимать, и это нужно хорошо понимать, но об этом мы еще отдельно в конце программы поговорим. Но сейчас у меня такой вопрос. Фактически, ведь действительно, сегодня Запад и Россия находятся на абсолютно кардинально противоположных позициях. И после того, как, прямо скажем, Путин пошел по эскалационному сценарию, референдумы, думаю, что мы не сомневаемся в том, что объявят он и Херсон, и Запорожье, и Донецк, и Луганск территориями России, после того, как он грозит ядерным оружием, что абсолютно недопустимо, потому что американцы, они очень болезненно реагируют на такие вещи, примирение с режимом Путина практически невозможно. То есть, возможно, два варианта тут. Или конец режима Путина, и уже в другой России Запад будет сотрудничать, или дезинтеграция самой России. И тот, и другой вариант, тогда, до вот этого момента, получается, что ничего не будет. Так? Не знаю, но по моим наблюдениям, то, что мы увидели, это то, что Россия, так скажем, провела референдумы на этих территориях и фактически скоро, наверное, объявят о присоединении этих территорий к основной России и напомнила о ядерной дубине. Это означает, что вот определенный задел для переговоров, который существовал до сих пор, для того, чтобы разрешить проблему как-то или купировать ее, сейчас этого нет. По крайней мере, сейчас этого нет. И стороны перешли определенные рубиконы. И сейчас мы стремительно приближаемся, это не я говорю, это не мои слова, это не мое мнение, это мнение вполне уважаемых политологов, в том числе из России. Господин Тренин об этом заявил в интервью со мной, что вот мир приближается к новому витку Карибского кризиса. И по его мнению, если в течение, так скажем, двух, трех или четырех недель не будут приняты какие-то другие решения по оккупированию ситуации, то мы плотно идем в этом направлении. И это грустно и плачевно, потому что воевать обычными вооружениями, ракетами и так далее, это одно, а помахать ядерной дубиной, это совершенно другое. И на это будут, конечно же, реагировать на Западе очень жестко, на это будут реагировать в России и так далее. И на фоне или в свете глобального такого жесткого противостояния Москвы и Вашингтона или России и Запада, говорится о том, что мы можем здесь решать какие-то вопросы, сохранять ситуацию таким образом, сдерживать ситуацию под контролем, держать ситуацию под контролем, очень-очень трудно. Потому что все существующие механизмы, которые сдерживали эту ситуацию, все существующие методы или механизмы, которые держали ситуацию под контролем, они сейчас не работают или работают достаточно неэффективно. Влиять на Турцию сейчас или влиять на Азербайджан мало кто может сейчас, особенно на Турцию, которая является региональным покровителем Азербайджана. И здесь, наверное, если, я не знаю, это будет или нет, если будет честный разговор, честная дискуссия между нами по миру, чтобы хотят хотя бы на нашем районе мира определенную стабильность сохранить или установить, это может быть получится. А сейчас я такого процесса, такого ревения или такой честности я не вижу. Азербайджан явно хочет воспользоваться моментом и добиться своих целей. По-моему, все хотят. Что вполне объяснимо. Здесь есть только один фактор, который может сдерживать в каком-то плане Азербайджан. И Турцию, это Иран, если с Ираном Армения будет работать достаточно плотно. И здесь очень много проблем своих. С Ираном работать вообще в целом достаточно сложная сторона, чтобы быстро договориться о чем-то. С другой стороны, достаточно сложная сторона, потому что иметь сложные отношения с миром, то есть достичь каких-то договоренностей военных, финансовых и так далее, экономических с Ираном. Это нужно еще параллельно договориться с Западом, с США, чтобы это все притворить в жизнь. То есть здесь у нас достаточно кошмарная в этом плане обстановка складывается. Ну, с Ираном, пожалуйста, давай так, давай реально судить. С Ираном сейчас, после того, как Иран сделал свой выбор, поставив беспилотники в Россию, тоже говорить крайне сложно. И считать его, нет, фактором он может быть и является, может являться, но вопрос в другом. Вопрос в том, что честным брокером, по крайней мере, пытается... Я не про честное, я не про честное брокерское, я просто... Я не про честное брокером, да, но пытается быть, пытается показать себя Запад, хотя США именно, хотя к США с большим недоверием относятся в том же Азербайджане и в Турции. С большим недоверием. И понятно же, армянский Google сейчас активизировался в связи с выборами, и это тоже факт. И то, что сейчас в Конгресс США наиболее... Ну, вот если можно себе представить вообще проармянский какой-нибудь вариант Конгресса, выгодный для Армении, то сейчас это вот идеальный вариант для Армении. Лучше быть просто, не может, когда, значит, Пелоси, Менендес и Шеф, одна спикер, двое возглавляют ключевые комитеты, ведь они члены армянского фокуса. И это тоже вопрос, но тем не менее, то есть в этих условиях говорить о том, что Иран может какую-то роль сыграть, ну, я не знаю, хотя может быть тоже нет. Роль сдерживания только, а не роль там медиатора и так далее, нету, такого не может быть. Роль сдерживания, если Армения будет плотно работать с Ираном, это если, это гипотеза, то есть это не то, что получится обязательно. А стоит ли Армении плотно работать с Ираном, вот вопрос. Ну, вообще Армении стоит работать со всеми, плотно, и с Ираном в том числе, потому что у нас других соседей, к сожалению, нету. То есть у нас есть Турция, Азербайджан, Иран и Грузия. Грузия, как мы понимаем, не имеет такой роли в регионе, она может стать площадкой для каких-то переговоров, встреч и так далее. А Иран имеет определенный региональный вес. Будет ли Иран дальше заходить в свои заявления о том, что она не потерпит там изменения, хранить в регионе, это для нее красные линии и так далее, или нет, я не знаю. Нужно поговорить с Ираном, обсудить, понимать, получится или нет. Вот мне сегодня как раз второй президент Армении Роберт Кучерян давал пресс-конференцию, где я участвовал. Он говорил именно об этом, что нужно было вот еще с прошлого года с Ираном начать какие-то дискуссии военно-политического характера, провести с Ираном военные учения в Сюнике, потому что Иран заинтересован в сохранности этой части, этой области Армении, и создавать договорно-правовую базу для того, чтобы вот с Ираном более тесно общаться на этой поприще. Я не знаю, в политике, как мы понимаем, нет ничего невозможного, то есть смотря, как договорятся, смотря в США, как на это посмотрят. Например, США к Ирану относятся достаточно жестко, применяют, применила или США применили по отношению к Ирану весь свой, так скажем, арсенал, можно сказать, санкций. Ну да, но достаточно жесткие санкции применены, но по определенным направлениям, которые касаются, например, сотрудничества Азербайджана с Ираном по коммуникациям и так далее, вот это все не попадает под санкции, то есть между ними есть это сотрудничество, и это сотрудничество продвигается. То есть смотря, как договорятся. До этого, вот, понятно, значит, линия Кучеряна, у нас сотрудничество с Ираном, но и, конечно, с Россией, потому что там ясно все. А до этого было заявление Ливона Терпетросяна, кстати, которое многое назвали почему-то пророссийским. Почему это заявление назвали пророссийским многие? Честно говоря, я не видел его заявления каких-то моментов, что вот яро пророссийским назвать. Он до этого говорил о том, что... Нет, после встречи президента с Каталикосом. Да, 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 я знаю, я знаю, да. Но он до этого говорил о том, что вот ключ к урегулированию Нагорно-Карабахской конфликт находится в Москве. А на этой встрече, после этой встречи и ввиду того, что происходит в регионе сложности России на Украинском фронте и так далее, он сказал другое, обратное, он сказал, Россия, можно сказать, сейчас утеряла этот ключ урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы. Он говорит следующее, нужно объединиться сейчас вместе с другими президентами и теперь честно разговаривать с существующей властью, понять, какая ситуация складывается в переговорах. И если есть какие-то варианты решения, выбрать из них самый неболезненный, то есть самый малоболезненный, так скажем, вариант решения. Все равно все будут болезненными, но меньше из зол выбрать, подписаться под этим и вместе с властью, так скажем, разделить эту ответственность за этот подпись и сказать обществу, что вот другого варианта не было, нужно это было подписать, чтобы спасти какие-то, спасти больше, так скажем, в этом региональном уравнении. Он сказал вот именно это. Я не знаю, что там было в его заявлении. Я тоже не понял, но чтобы не быть голословным, мэрнст Варданян известный такой армянский блогер, есть у него телеграм-канап, и он заявил по поводу этого заявления, что, мол, такие заявления агентов российского влияния Левонда Петросяна демотивируют Армению. Ну, хорошо, ладно. Нет, но он может иметь в виду вообще в целом, что Левонда Петросяна является сторонником там российско-армянских отношений, и его заявление о том, что нужно сейчас идти и подписать что-то, чтобы окончательно закрыть эту страницу вражды с Азербайджаном и дать шанс Армении на развитие. Может быть, это является демотиватором в целом, с его точки зрения. Хорошо, но при чем тут агент российского влияния? Я поэтому не понял, честно говоря. Нет, у нас вообще часто принято, если кто-то выступает за, из политиков я имею в виду, если кто-то выступает за тесные отношения с Россией, его называют пророссийским. Если кто-то выступает за тесное сотрудничество с Западом, его называют прозападным. То есть, на самом деле, я думаю, что большинство политиков, как и в Грузии, так и в Армении, они являются прогрузинскими и проармянскими. Да, просто со своими взглядами. Да, да, да. Просто один представляет развитие страны в этом направлении, а другой вот так. Я понимаю, что это для вас сейчас не самая насущная проблема, но тем не менее, вообще эта проблема существует. Существует ли проблема с релакантами из России? Потому что для нас это важно. То, что происходит на Верхнем Бларсе, и скажу так, то, что происходит на Верхнем Бларсе, это в том числе и про граждан Армении, и про армян, живущих в России. Что говорят по этому поводу в Армении? И про грузин, живущих в России. Нет, я в данном случае говорю, что говорят в Армении. Да, 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 да. Я в целом, я в целом, понял. Понял, понял. Релаканты сам по себе в Армении, скажем, проблемой не являются. Более того, они рассматриваются в качестве возможностей экономической. Потому что это деньги, это вложения какие-то, это компании, которые здесь открываются и так далее. Вы, наверное, в курсе тех цифр, которые у нас есть. В том числе и в Грузии есть такие цифры по поводу экономического роста активности и так далее. У нас, например, по итогам 8 месяцев прошедших, экономическая активность выросла почти на 14%. То есть это достаточно большие, солидные цифры. Но вместе с этим идет и инфляция, конечно же. То есть идет и спад курса доллара и евро у нас, и как у вас, в данном случае у нас в Грузии, как и Идай. Инфляция достаточно большая, евро падает, доллар падает, курс там, девальвация достаточно большая идет. А определенная часть населения именно получает зарплаты из-за рубежа в виде трансфертов. Зарплаты, они сильно страдают, потому что у них там зарплата снизилась практически из-за всего этого на 20, 25 и даже 30%. Можно сказать, в сухом выражении получается. Те же доллары они получают, но просто просто такой, что с инфляцией это вообще катастрофа. Поэтому такие дискуссии есть по поводу инфляции, по поводу того, что там растут цены на жиле и так далее. Это все есть. И все понимают, из-за чего это происходит. Но, с другой стороны, тот позитив, который сейчас, по крайней мере, Армения получает из-за релакантов, это, конечно же, если поставить на чашу весов, с одной стороны, инфляцию и другие проблемы, с другой стороны, релаканты, позитив, экономический рост и так далее. Конечно же, чаша весов будет слоняться вот именно в эту сторону. Поэтому нет, у нас каких-то таких острых дискуссий нет. Грузы и национальной безопасности таким вещам в Армении не чувствуют? Нет, потому что, ну, смотрите, Гайдаджан, Армения, в принципе, вообще, так сказать, некорректно так выражаться. Армения, по большому счету, моноэтничная страна. Три миллиона человек проживает в Армении, где-то 98% это армия. Это не Грузия, полиэтничная, так скажем. Это даже не Россия в этом плане, то есть многонациональная и так далее. Если здесь будут 40, 50, 70 тысяч россиян, это в этом плане, в плане национальной безопасности и так далее. То есть, во-первых, Армения не чувствует то, что грузины чувствуют в России в плане безопасности или опасений таких нет. Во-вторых, если даже здесь будет там 90-100 тысяч россиян, это погоду в этом плане не делает. Поэтому здесь таких дискуссий просто нет. Понятно. Огромное спасибо. Огромное спасибо, Шелос, за очень интересную беседу. Я думаю, что мы еще станем свидетелями очень многих интересных событий. Дай бог, чтобы не трогичных. Остальное мы будем обсуждать, мы будем спорить, мы будем дискутировать. Но дай бог, чтобы не трогичных. Спасибо, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Всего доброго и до новых встреч. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok